Так, переименование... Опять они перепутали. Село какое-то было. Да. Как вам позиция Москвы, которая вмешивается в жизнь Украины и пытается указать, какие улицы, как называть? По-моему, Москва вмешивалась в своё время, где только не вмешивалась, то есть в Польше, в Чехии, в Чехословакии, в Венгрии, в странах Балтии просто по поводу каждой улицы заявление МИДа было. В Украине... Это принципиальный вопрос, это идеология. Эти ребята, которые руководят сейчас Россией, для них идеология вот эта советская, советские символы, имеют огромное значение, это те же памятники. Это присутствие совка, присутствие Советского Союза или вот в новой форме Советского Союза в Западной Европе. Нормально. Ничего другого от них ожидать нельзя. Вам уже сказал внутрь Константин Муровой, что там, где им что-то не нравится, они сразу находят фашизм. А признавать реальную историю, которая... Подождите, они же боролись в своё время, это начало, с названиями улиц Ленина, если ты помнишь. Там были нервные заявления по этому поводу. Смотрите, только что, буквально на прошлой неделе, они показывали шествие сторонников УПА, я думаю, самих УПАшников, УПЭшников уже почти в живых и не осталось, по улицам Киева и опять с той же заставкой. Мол, идут фашисты. И тут же признавали, что там полно молодёжи. А 4 ноября со свальстиками это патриоты. Да, то есть они до конца останутся советскими людьми, которые начитали тисталинских учебников. И этим самым они оправдывают ссылку западенцев, с сёлами целыми, с Луженицыной, читайте, в ГУЛАГ массовые аресты на том основании, что там какой-то гопчик-хлопчик носил за камерник колеса Ивана Денисовича Бендеровца молоко в лес носил. То есть это безнадёжно. Любая попытка сопротивляться советской власти, коммунистическому режиму, советской армии, это фашизм. И знать они ничего не хотят, что та же УПА сражалась с гитлеровцами. Тебе, кстати, очень смешной вопрос, кто-то из гостей блога задал, почему ты называешь его «Голос антисоветской России», «Давно нет советской власти», «Всё хорошо». Да, я заметила этот шикарный вопрос. Видите ли, антисоветчик – это не тот, кто протестует против отменённых Ельцином в 93-м году советов, а против советских стереотипов тоже. Так вот, эта попытка выкрасить национальное сопротивление в фашистские цвета – это типичный советский стереотип. Две ноги – хорошо, четыре ноги – виноват. Я думаю, это очень современный стереотип в аспекте евразийства, евразийства Путина. Это попытка восстановить... Ну да, кого не пустили в Европу, тот поворачивает копыта и скачет обратно в Евразию. Это попытка восстановить империю. Восстановить империю можно на бронзовых алёшах, на советских стереотипах, на русском языке, там, ну и на... Я, во-первых, во Львове никто не называл площадь Нахтенгайль, это какое-то село западноукраинское. Я думаю, что они тоже насмотрелись нашего телевидения и назло решили назвать там какую-то деревенскую площадь в честь этого батальона. Слушайте, хоть Медведева почитайте, это было подробно, «Партизанский командир». Там зафиксировано, книжка издана в начале 50-х, где-то в 57-м, как раз Хрущёвскую отепель, как они вместе сражались против немецких оккупантов, а рядышком супа. За одним столом сидели, они были даже формально подчинены Медведевскому соединению, кто чем кого угощал, всё описано. Перестаньте вы врать. Если кому-то не нравятся памятники советской оккупации, это не значит, что ему нравятся гитлеровские памятники. «Найдите мне на Украине один памятник Гитлеру». Вот покажите, я вам миллион долларов заплачу.